SCP-489-1-555-муха-бой. Класс объекта Евклид. Особые слои содержания SCP-489 помещен в камеру содержания в зоне 113. Для предотвращения случайного пронесения персоналом живых насекомых в камеру SCP-489 перед входом в нее расположена душевая. После очистки сотрудники должны переодеться в предоставленную очищенную одежду. Тестирование SCP-489 проводится в закрытых помещениях. В связи с потенциальным уроном зони от нарушения условий содержания, в зоне 113 ни при каких обстоятельствах не должны содержаться аномальные насекомые, включая образцы SCP-831. Описание. SCP-489 представляет собой массу примерно куплообразной формы, целиком состоящую из предметов, используемых для уничтожения или отпугивания насекомых. Например, пестицидов в аэрозольных баллончиках, обычных и электрических мухобоек, обуви и зажигалок. Все ее элементы способны к независимому автономному движению, хотя, как правило, при движении масса перемещается по земле целиком. По состоянию на 17.06.2013 года, SCP-489 имеет размер примерно 5 метров в высоту и 8 метров в диаметре у основания. В центре массы располагается сильно поврежденный грузовой автофургон, на водительском сидении которого сидит человеческий скелет с сломанной грудной клеткой. На правой стороне фургона виден выцветший и ободранный логотип, гласящий следующее. Когда в радиусе 5 метров от SCP-489 оказывается насекомое любого вида, объект рывком движется к нему и пытается убить. Примечательно, что SCP-489 при атаке не обращает внимания ни на насекомые организмы, возле которых находятся насекомые, что может привести к серьезной травме или смерти указанного организма, если он не успеет вовремя спастись. Тем не менее, ввиду большого числа одновременно движущихся объектов, SCP-489 часто вообще не достигает цели, поскольку его отдельные компоненты препятствуют движению друг друга. Если SCP-489 не удается убить насекомое, отдельные элементы SCP-489 становятся враждебными друг к другу и начинают атаковать соседние объекты. В отсутствии насекомых SCP-489 ведет себя относительно смирно, позволяя его изучать. Если SCP-489 успешно уничтожает насекомое, объект, способный взаимодействовать с ним без угрозы повредить, например, пинцеты, лопаты и т.п., подбирает жертву и передает ее по краю SCP-489 к месту ее хранения. Именно в течение этого времени становится возможным увидеть фургон без помощи сканеров, поскольку предметы расступаются, чтобы позволить открыть двери. Место для хранения в фургоне SCP-489 обладает экстрамерными свойствами и содержит десятки рядов стеклянных банок на деревянных полках. Каждый сосуд полон различных мертвых насекомых. При предоставлении новых объектов, которые могут быть использованы для уничтожения насекомых, SCP-489 с готовностью включает их в свой состав. Хотя эта привычка еще более затрудняет его цели истребления насекомых ввиду увеличения массы. Вновь добавленные предметы сразу же начинают проявлять признаки сознательного чувствования. При включении новых элементов в состав SCP-489 другие предметы входят в место для хранения в фургоне и извлекают из его передней части многочисленные баночки с непропорционально крупными экземплярами насекомых. Эти экземпляры, похоже, выполняют функцию трофеев SCP-489. На каждом сосуде указаны дата и обстоятельства приобретения насекомого. Недавно добавленные элементы собираются вокруг этих банок, проявляя признаки восхищения. Ниже приведены примеры нескольких трофеев SCP-489. Список трофеев SCP-489. Описание. Три жукообразных существа, каждая примерно полтора метра в длину. Брюшко покрыто крупными шиповидными выступами. Свери, пыжуки, шипострелы. Захвачена 7 июля 1989. Твари терроризировали деревню Латос в Туазоле. Сбиты силами Джули и ее садовой бригады. Описание. Тонкое, узловатое, удлиненное существо, напоминающее палочника, с дополнительными шестью парами ног. Длина каждой ноги около 2,5 метров. Длина тела составляет около 5 метров. Ползучая пика. Захвачена 20 декабря 1984. Найдена ползающим по обрывистым скалистым горам Еринтха. Его подобные меча многие успели сразить Карен и Мэтью перед тем, как Максвелл метким выстрелом расколол ему голову. Описание. Существо, напоминающее меченосца, с выступающими челюстями, веслообразными ногами и несколькими сумковидными наростами, покрывающими спину и низ живота. Длина около 2 метров. Водяной ядовитый жук-плавун. Захвачена 26 марта 1987. Новая угроза, обнаруженная под водами Берманских болот. У нас остались шрамы на память. Но тварь была повержена, когда были пробиты ее ядовитые сумки. Описание. Гуманоидное существо, ростом 1,8 метра, обладающее глазами и хоботком, напоминающим таковые у комнатной мухи. Человек-муха. Захвачена 5 мая 1991. Найдена среди заснеженных холмов России. Великая битва и великие жертвы. Подвиг Тео и Факела будет увековечен в памяти всех мухобоев. Описание. Членистоногая с четырьмя толстыми короткими ногами. По кругу расходящаяся от брюшка. Крупные, вытянутые колешнями и головой, с выдвижным хоботком и сложными глазами. Высота около 4 метров. Козявка, которая убила хозяина. Захвачена 18 ноября 2000 года. Хозяин был великим бойцом, но и ему встретилась насекомая, которую он не смог убить. Мы отомстили за него и победили тварь. Но не сумели спасти нашего вождя. Описание. Деревянный футляр с несколькими приколотыми неаномальными бабочками. Жуками и высушенными земляными червями. Первые враги убиты нами после смерти хозяина. Захвачена с февраля по апрель 2001 года. Мы продолжим дело хозяина. Субтитры создавал DimaTorzok